всем привет на связи федор васильев и это видео об новом обновлении gridbox давайте посмотрим что нового именно сегодня обновился gridbox 27 сентября 2017 года версия 220 на сайте разработчика здесь все написано давайте посмотрим добавлено новое мобильное устройство размер экрана добавлен точки остановки для мобильных устройств добавлена возможность изменять количество столбцов для мобильных устройств добавлено color library picker покажу что это такое ну дальше вы видите исправление ошибок у старой версии gridbox то есть это обновление больше связано с мобильным редактором теперь у нас мобильный редактор очень гибкий и крутой с большими возможностями давайте посмотрим первое кликаем по монитору и вы видите что вместо трех вариантов у нас теперь появились еще несколько вариантов можете посмотреть как это выглядит и это еще не все теперь на вкладке сайт справа в углу можно перейти здесь появилось мобильное вот такое приложение это так называемые точки остановки зачем они нужны вы сами теперь решаете с какого размера будут применяться стиле то есть например мы выбираем планшет ландшафт потом переходим сайт находим планшет ландшафт по умолчанию 768 пикселей например делаю 500 и вы видите экран стал меньше достигая размера 500 например экран какой-то телефон с размером 500 пикселей ну скорее всего планшет на таком экране будет выглядеть так как вы здесь все построите то есть это очень серьезно обновление вот эти точки остановки и плюс выбор больше выбор здесь это очень круто но и это еще не все немаловажное обновление это колонки на мобильных устройствах то есть вы помните у нас на телефоне все в одну колонку мы не могли здесь ничего сделать теперь у нас есть такая возможность для примера мы видим три блока с контентом три цветных экранов например нам нужно на мобильном устройстве разместить это в одну шерингу для этого мы переходим в карандашик секции и переходим на вкладку макет прокручиваем самый верх здесь вот появилась новая возможность а ширина колонки и ползунок ставим его на 4 вы видите он стал меньше ставим галочку переходим во вторую колонку в настройке переходим в макет ставим тоже 4 переходим в третью макет ставим 4 и галочку и вуаля обратите внимание на этом экране с этим размером у нас контент в одну колонку то есть три элемента в один ряд это у нас телефон портрет можем перейти здесь телефон портрет например сделать 580 посмотреть как это выглядит вот эти мобильные изменения вот этот редактор это очень очень много ожидаемая настройка все очень долго ее ждали теперь у нас можно считать полноценный мобильный редактор и на всех устройствах наши сайты будут выглядеть великолепно спасибо команде разработчиков gridbox и это еще не все у нас открылась очень важная хоть и небольшая но очень важная возможность возможность это связано с палитры цветами мы можем перейти в любой элемент gridbox где у нас есть выбор цвета кликаем по цвету и обратите внимание вот здесь у нас появилась палитра причем это не рандомные цвета мы можем каждый этот цвет добавить свою палитру что есть хорошо как правило перед созданием сайтом мы должны подобрать цветовую гамму из нескольких цветов и лучше чтобы потом эти цвета были всегда под рукой чтобы каждый раз не водить код цвета как мы это делали раньше как в палитру забить свой цвет чтобы он таким там и оставался мы кликаем по любому цвету на палитре мышкой например на красный видим там появляется галочка после этого мы вводим мышью по палитре или вводим вот этим ползунком также элемент прозрачности или можем забить вот сюда код цвета необходимый нам например той ярко-фиолетовый дальше нажимаем галочку сохраняемся зайдем еще раз карандаш зайдем еще раз фон кликнем по цвету видим что первым цветом вместо красного у нас теперь фиолетовый причем куда бы мы теперь не зашли в любую другую секцию перейдя фон цвет здесь тоже этот цвет фиолетовый так и будет таким образом вы сможете в палитре изменить каждый цвет под себя в рамках данного сайта если компонент gridbox вас заинтересовал и вы хотите научиться делать самостоятельно на джумле с помощью gridbox потрясающие профессиональные красивые сайты самостоятельно то я предлагаю вам ознакомиться с моим пошаговым видео курсом для начинающих страницы презентации в описании под этим видео также подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка в описании ставьте лайки если вам это видео было полезно и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые и познавательные видео на этом я с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь